Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У глагола «увидит» окончание «ид» нам подсказывает, что это форма третьего лица единственного числа. «Увидишь» – это форма второго лица единственного числа. «Увидят» окончание «ид» – показатель формы третьего лица множественного числа. Мы с вами также помним, что у некоторых слов есть нулевое окончание, то есть окончание, не выраженное звуком при произношении и буквой на письме. Некоторые существительные имеют такие окончания. Например, существительные третьего склонения в форме именительного падежа единственного числа, существительные второго склонения также в форме именительного падежа единственного числа и существительные в форме родительного падежа множественного числа имеют нулевое окончание. Краткие прилагательные имеют нулевые окончания в форме мужского рода единственного числа. И глаголы имеют нулевое окончание, когда они находятся в форме прошедшего времени мужского рода единственного числа. Нулевое окончание – это как бы невидимое окончание. Мы изменяем слово, и окончание становится явственным, видным. «Плащ» – «плащи», «из-за туч» – «над тучами». Поставили форму творительного падежа, и окончание появилось. «Красив» – «красивый». Изменили число – окончание увидели. «Увидел» – «увидела». Мужской род и женский род. А вот нет окончания у неизменяемых слов. Прежде всего, это наречия, например, «слева» или «весело». На конце у них суффиксы. У прилагательных в сравнительной степени на конце также употреблен суффикс. «Река» – «какова», «глубже», «ручья». Этот суффикс позволяет образовать как раз форму сравнительной степени. У неизменяемых существительных нет окончания. Угостить чем? «Кофе». Грамматически это форма творительного падежа, но окончания в слове «кофе» нет, так как это слово не изменяется. Оно иноязычного происхождения. И нет окончания у служебных частей речи, потому что они не изменяются ни предлоги, ни частицы, ни союзы. И следующая наша тема – это возвратные глаголы. Это такие глаголы, которые имеют суффиксы «ся» или «си». Поскольку такие суффиксы находятся после окончания, они получили название «постфиксы». Например, «друзья встречаются». «Встречаются» – это возвратный глагол, обозначает взаимное действие. «Коза бодается». Возвратный глагол «бодается» обозначает действие постоянного свойства. «Дом строится». Возвратный глагол «строится» обозначает действие, которое испытывает на себе предмет. Обратите внимание на то, что постфикс «ся» употребляется после согласного. А вот после гласного нужно употреблять постфикс «си». «Я умываюсь». Поэтому вот эта форма образования является ошибочной. Мы должны образовать именно «я умываюсь». Невозвратные глаголы, соответственно, это те глаголы, которые не имеют постфиксов. Продолжение следует...